Девушки отдыхают. 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 Сударь, я послал с двумя моими секундантами Правда, они еще не пришли Я удивляюсь их опозданию Поверьте, это не входит в их привычки У меня нет секундантов Я только вчера прибыл в Париж У меня здесь ни одного знакомого Кроме господина Датревиля То есть, вы знакомы только с господином Датревилем? Да, сударь, я знаком только с ним Вот так история, сударь Но если я вас убью, я прослыву пожирателям детей Не совсем так, сударь Не совсем так Раз вы делаете честь драться со мной Невзирая на раму, которая, несомненно, тяготит вас Очень тяготит Даю вам слово И вы причинили мне чертовскую боль Но я буду держать шпагу в левой руке Я свободно владею как правой, так и левой рукой Вы очень интересный сударь Я право смущен вашими речами Сударь Может быть, мы перейдем к чему-нибудь серьезному Вам так не кажется? Прошу вас, сударь Дьявол! Как больно вы мне сделали Вы причинили мне чертовскую боль Мое плечо так и горит И вы же разрешили? Что? У меня есть чудодейственный бальзам для лечения рам Этот бальзам мне дала с собой матушка И я испытал его на самом себе И что же? А то, что не дали через леки кинуть Три дня Вы, сударь, будете исцелены А попрошусь в этих трех дней Когда вы поправитесь Я почту за великую честь Спросить с вами шпагу Клянусь Богом, сударь Ваше предложение мне по душе Но не думайте, что я на него согласился Знаете, от него на целую милю Отдает благородством истинного дворянина Так говорили воины времен Карла Великого Но мы, к сожалению Живем при почтенном господине кардинале Да По-моему Эти лодыри окончательно опаздывают Да, сударь Да Да Если вы спешите Если вам угодно похочете со мной немедленно Прошу вас Не стесняйтесь Сударь Это предложение мне тоже по душе Знаете, если мы не убьем друг друга Я хотел сказать, если я не убью его Сегодня на дуэли Мне будет приятно с вами поближе познакомиться Вы человек не глупый Да Несомненно, благородный Давайте дождемся моих друзей Так вот и прилично Ах Вот один из них Как? Ваш первый секундант Господин Портос Конечно Вас это чем-нибудь смущает? Нет, правда, сударь, нет А вот и второй Как? Ваш второй секундант Господин Армит Ну, конечно Неужели вы не знаете Что в городе Или при дворе Среди мушкетеров Или гвардейцев Нас называют Атос, портос, армис Или трое Неразлучно Впрочем, молодой человек Вы же из Дакса И старый Ну да Вам позволительно не знать этих подробностей Так А что это значит? Я дерусь с этим господином Но я тоже дерусь именно с ним Только в час дня Ну я тоже дерусь с этим господином Только в два часа дня По какому поводу дерешься, Деатос? Я дерусь, потому что он больно ударил меня в плечо А ты, портос? А я дерусь А я дерусь Просто потому что дерусь Мы поспорили по поводу одежды Да, да А ты, портос? А я? Мы не договорились по поводу одного Богословского вопроса Неужели? Да Одно место из блаженного Августина По поводу которого мы неслились во мнениях Да А теперь, милостивые государи Прошу простить Вы не поняли меня, господа Я просил у вас извинения на тот случай Если не буду иметь возможности дать удовлетворение всем Троим Ведь господин Атос Имеет полное право убить первым меня И это лишает возможности уплатить свой долг чести вам Господин Бортоп Обязательство же выданное вам, господин Аравис Превращается почти в ничто А теперь Милостивый государик Прошу простить меня Но только за это Довольно любезностей Вы, конечно, деритесь Но не забывайте Что мы тоже Ожидаем своей очереди Говорите за себя, господин Бортоп Когда извлекаете подобные нелепости Что бы у меня То все сказанное этим человеком Достойно чести истинного дворянина К вашим услугам Сударь Я ждал только вашего слова Гвардиния кардинала Алексей Арбузов Мой бедный Марат Марат Евгений Попов Лика Анна Талалай Мой бедный Марат 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 Продолжение следует... 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 Да я, да я еще когда совсем маленькая была, представляла. Ой, что же будет, когда мне шестнадцать исполнится? Что тогда со мной случится? Обидно было бы не дожить. Да доживешь. Че? Ну, пожалуй. А родители где? Отец военный моряк пять месяцев уже не пишет, и не осталось ничего. Ни одной фотографии. Я не знала. Там же... Недалеко. Да. С ним уходить? Да куда ж ты пойдешь-то? Тебе ведь тоже некуда. А? Тебе ведь тоже некуда. Да, мне тоже. Вот тут в углу рождачка маленькая стояла. Да, сейчас бы пригодилась. Кто ж знала. Ну ладно. Ладно. Тебя как жил? Лидия Васильевна. Угу. Лика. А тебя? Мару. Можно просто Мару. Да, если бы матрасик имелся. Да ладно. Кровать широкая, поместимся. Ты в одну сторону головой, я в другую. Что ты? Что? Нельзя. Почему? Ну уж... Девчонка ты, вот что. А если ее распилить? Показать. Там же пружина, дурочка. А-а-а. Ага. Ладно, надо по квартирам походить, посмотреть, может, что-нибудь досталось. Там выходили. Да? Угу. Ну-у-у-у. Двигайся. Угу. Хорошо, хоть две подушки остались. Только ты подальше. Хорошо. Угу. 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 Чего ты смеешься? А ты дышишь? Да. Вот и кончилась тишина. Далеко шумит газа и такой, такой голодан. Замолчи, пожалуйста. Федор Михайлович Достоевский. Бес Шатов Илья Брожниченко. Мария Шатова Анфиса Бочарова. Просьба освободить центральный проход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Если вы шата, то, пожалуйста, соблаговолите и объявите прямо и честно. Согласны ли вы впустить меня или нет? Мари! Мари, это ты? Да, да, это я, Мари. Шата, мы убираем вас, что более ни одной минуты не могут запереть. Скорее! Скорее, Мари! Тише, тише! Тут подниматься, как жаль, что у меня нет огня. Ну, вот и моя коморка. Ну, мы говорили, что вы скверно живете. Ну, все-таки я думала, не так. Пожалуйста, поставьте сахар и сядьте сами на суд. Впрочем, как хотите, вы все равно торчите на глазах. Я у вас на время, пока прищу работу. Потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Но, уверяю вас, заявите сейчас же, как вы обязаны сделать, если вы честный человек. Я все-таки могу что-нибудь завтра продать и заплатить в гостинице. Уж гостиницу, извольте, меня проводить сами. Только я устала. Какая гостиница, Мари? Зачем? Ну, если можно обойтись без гостиницы, то все-таки необходимо разъяснить дело. Вспомните, Шарпин. Мы прожили с вами брачное в Женеве две недели. И вот уже как три года разошлись, без особенных, впрочем, ссор. Но не выдумывайте, чтобы я приехала что-нибудь возобновлять из прежней глупости. Я обратилась искать работу. Если прямо в этот город, то потому что мне все равно. У меня не приехало в чем-нибудь раскаиваться. Сделайте одолжение, не подумайте еще о этой глупости. О, Мари, это напрасно. Совсем напрасно. А коли так, коли настолько, что можешь все это понять, то позволю себе прибавить, что если я приехала прямо в этот город, я обратилась именно в вашу квартиру. Но отчасти потому, что я всегда считаю вас далеко не под лицом. Может быть, и гораздо лучше. Дорогих и мерзавцев. Пожалуйста, будьте уверены, она двумя вовсе не смеялась. Сейчас заявляю вам, что вы добры. Но я говорила прямо, без красноречия. Да и терпеть не могу. Это вздор. Мне всегда казалось, что у вас хватит. У мамы надоедать. Довольно. Этот сильный, шершавый человек Постоянно шерстью вверх Вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное. Совсем неожиданное. Три года разлуки. Три года расторгнутого брака. Не смогли вытеснуть из сердца его ничего. Однако Это все был сон. Когда она посмотрела на него этим излученным взглядом Вдруг он понял, что это Столь любимое существо страдает. Может быть, обижен. Сердце замерло. С болью вглядевся ее черты Давно уже иссяк блеск первой молодости. Правда Она все еще была хороша собой. Но главное, она была больна. Я разглядел это отчет. Мария, знаешь, ты, может быть, Если бы ты только согласилась, чай. А? Чай хочешь? Да, конечно, соглашусь. Почему так не согласиться? Какой же вы еще по-прежнему ребенок. Ну, если есть, дайте Тут у вас как-то тесное холодно Ах, дрова, да Дрова, сейчас Дрова-то у меня точно есть Детство Стало быть, у вас нет дома чай? Будем Будем Все будет Я Бросился Кириллу Учиском Давно Мы прожили с ним В Америке Вернулся С сахаром Кусочком Хлеба Мария, ты больна? Спасибо Большой Государственец Спасибо Спасибо Александр Николаевич Островский Не все коту в Масленице Агния Анастасия Склеренко И Полит Алан Бактай Агния Анастасия Склеренко Опять мимо ходят Что это у них за манеры? Что вы? Потеряли чего? Кромя сердца Ничего Что ж вы ходите взад и вперед? Чего прямо не войдете? Я не смеюсь Кого же вы боитесь? Маменьки ваши Чего ее боятся? Она спит В каком случае Сейчас Какой милый, красивый, молодой человек А какой робкий Еще здравствуйте Наши подсенец А мы вас ждали Хотели вместе гулять Пойдете? Да Даже с великим моим удовольствием Да вы не бойтесь Не бойтесь Я же говорю, что спит Не то, чтобы я боялся Но вот как собственно Что без их приглашения Это все равно я вас пригласила Все равно да не относ А вдруг выйдет Сама да скажет Непрошенные гости И Вон Со мной какие-то разы бывали Оно довольно конфузно Что на можно? Очень на можно Особливость их хозяина Ей Хозяйка с характером И пойдешь Как не солоных Либо Он еще угряду Все затылок Не провожает А вас значит провожали Да как не провожали Я бы на имперационной деликатности Не знал бы Ну не можем быть Ну вот образованных людей Этого конечно Ожидать нельзя А вот по нашей стороне Всего дождешься Кругом-то нас Какое невежество Свирепствует Страсть Каждый хозяин Или Хозяйка в своем доме Как Султан Махнут Турецкий Только что Головный рубит А вы должны быть трус А за что ж такая критика Что всего вы боитесь Совсем напротив Я так себя чувствую Что во мне даже Отчаянности достаточно А против кого? А против всех И против хозяина Хозяин тоже Если что не дело Так он немного у меня возьмет Тоже осажу В лучшем виде Да правда С тем возьмите Ну смотрите же Я трусов не люблю Это я вам наперед Кому Зачем же Я конечно не в том звании Родился нас С малолетства Этому геройству Не обучаю А вот Ежели Взять на себя смелость Ну подберите ее Почаще Какой ваш совет Да мой совет И маменьки мои Не бойтесь Так точно Все и будет В аккурате Исполнено Ну и прекрасно И во все Меня так слушаетесь Ну теперь самое время Вот так Только что Складу словах Не знаю А то что было Сейчас бы Сейчас бы все стихами Ну ведь можно И без них обойтись А это у вас Что за сувенир такой Простите Вот вам Что за дело То в том Что мы Сейчас Конфискуемся А кто это Вам позволит еще А ежели Без позволения Как это Без позволения За этот Мировому А я Мировому скажу Что на знак памяти Все А на знак памяти Просят Они сами берут А ежели От вас Не дождешься А значит Вы того не стоите Коша На один день Позвольте мне Попользоваться Но не на один час Жестокости Коша Вот за эти слова Сейчас же Положите на место И не смейте трогать Положите Для вас Коша А теперь Не отдам А будь скоро Для меня Умею мое полное право А никакого права Не имеете Подайте А вы отберите А вы что думаете У меня силы нет Отберите Это что такое Как вы смеете Как есть Могли на вас Стыдно вам Стыдно Да стыдно Вот Ежели Учерпеть Нет никакой Возможности Уже ли я Четыреча человек Не вполне Потому как Живу в людях И во всем Зависим Но При всем том Ежели Лишь Я вам Сколько Ни Будь Не противен Я Ваши Маменьки Во всем Могу Признаться Как Должно Со временем Вы тоже Я могу Человеком И даже По своему Очень много Против Других Понятий Уже ли же Так Без внимания Меня оставите Вы имеете Сколько Ни Снисхождения Может Не верите Моим Чувствам Я всей Душой Могу Вас Заверить Как Ежели Я Не Чувствовал Разве Я Смел Этого Делать Ну Хорошо Я Вам Верю Вы Долго Дожидаться Когда Вы Вполне Человеком Будете Хозяин Настоящий Жалоб Не положит Ну Вот Тогда Скажете Мальчик Ну И я Тоже Поговорю Ленточку Все-таки Подайте А нет Уж А теперь Собственность Ну Как Не Собственность А ты Умурить Только Вы Смотрите Ежели Опять Мальчик Мальчик По По Мотивам Одесских Рассказов Мишка Япончик Артем Кошмин Циля Злата Тверизовская Степа Эдуард Айзакуевский Тверизовская Мальчик Ты обещал Тверизовская Уедем Заграниц Ну Я И Так Кручусь Как Бобик Ну Я Тебе Клянусь Бобом Ну Все У Нас Будет Хорошо Ну И Дом Будет И Все Будет И Ни Одна Собака К нам Не Полет И Город Тоже Наш Будет Циль Да Не Нужен Мне Этот Город Да Может И Я Тебе Но Ты Скажи Я Не Понимаю Да Нужен Да Нужен Несчастье Разумеется О Цель Ой Слегал Ты Нешат О Фрак Принес О Бай За Шо Ты Я Спок Нешат А Зачем Тебе Фрак Фрак Тебе Тебе Нужно Сегодня Вечером В одно Место Съездить А там Все Такие Серьезные Люди Такая Тебе 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 Домой Мордит Что за Норожи Вы Помордит Ну Ладно По лицу Так Боялся А Сейчас Боишься Ну Так Тебе Опас Одним Генералом Каким Генералом Какая Разница Цы Подождите Так Покушение На Гришу Алмазову Это Ты Тебе По лицу Тебе Увиц Шикарный пейс! Шикарный пейс! Пейс! Владимир Солодович, беда от нежного сердца. Даня Семёновна, Софья Ульяновичева, Коборкина, Стефания Варщенко, Александр Золотников, Данил Бледний. Просьба освободить центральный проход. Вот положение-то! Вот положение. Я женюсь на Катерине Ивановне. Это моя священная обязанность. Это решено. Но я сделал предложение Марье Петровне. Что за женщина, Марья Петровна? Красота, прелесть, рассудка гибель. И на ней хотелось бы жениться. А вот племянница моя, Настенька, тоже прекрасная женщина. И на ней хотелось бы жениться. На трёх жениться не дадут, а на одной мне мало. Вот оно, нежное сердце до чего доводит. Вот оно. Батюшка пристал с ножом. Женись, женись, выбирай. Ему-то легко было, он на матушке женился. А мне каково. Катенька, Настенька, Машенька. Погибаю. В цвете лет. Я же не могу наглядеться на вашу Катю, Гральфея Григорьевна. Но она вас в полном смысле красавица. Много милости дали, Семёновна. Что ж вам на чужих-то глядеть? А на свою-то Машеньку я чаю и налюбоваться не успеете. Трестаж. Дареньчик, гербариль обмени. Пусть генеральшея хлебовая. Вот уж девушка можно сказать, что... Девушка? Да я её всё при себе держал. А вы-то своё дома воспитывали? Дома, Дарья Семёновна. Скажите, пожалуйста, а какие приёмы? Точно в большом свете век жила. А скромно с котами как себя держат. Да я уж тем, Дарья Семёновна довольна, что моя Катенька с вашей Машенькой сблизит. Поверьте, всего месяц как из Стамбова, но я уже скажу, что моя Катенька во многом выиграла. Да и у кого перенимать, как не у вашей Машеньки. Вот уж примерная девица и бель-ом какая. Бель-фам хотите рассказать? Ой, и матушка бель-ом, бель-фам это всё одно. Ну уж нечего сказать. Загляденье ваша Маша, она Катеньку вашу. Вы думаете, не весело глядеть? Какие манеры, какой бон-тон, какая приёмка. Такая ласка в разговоре. Нельзя не поздравить. Со стороны порадуешься. А я вот удивляюсь. Чё это тогда у вас ещё не замужем? Женихов-то, я думаю, и честь нельзя. Есть таки есть. Четырнадцать генералов схватывалось. Были и болтовники, и капитаны, и князь один. Но я свою Машеньку не неволю. Пусть я сама выбираю. Ешь с ним жить, а не мне. Но вот вам, как доброй приятельницы, я могу сказать. Я сегодня свою Машеньку сговорила. Неужто? Вот уж вышел счастливый день. А я сегодня свою Катеньку сговорю. Машеньку сговорила. Машеньку сговорила. Машеньку сговорила. Нет. Он сейчас же попросил руки моей Машеньки. Да нет, не Машеньки, а Катеньки. Машеньки, говорят вам. Нет, с Катеньки. Ваша Маша, конечно, примерная девица. Но где же ей сравниться с моей Катенькой? Ну, оно, конечно, не особо-то и заметно. Но, однако же, всем известно, что ваша Маша немного кривобокая. Что? Что? Моя Машенька кривобокая? Да у вас глаза разве кривобокие? Да я ей прикошу раздеться перед вами, кривобокая. Ох, тот сынок. Они с того ли вы это взяли? Что дочь у вас вся на вате? Ту-у-у! Моя дочь на вате? Да у меня салоп на вате. А не дочь. А дочь моя не салоп. Да она-ка кратилась на какое-то платье. Она носит только из приличия. Ей обманывать некого. Да она не обманывает. Но золотникова-то не дали, что не дали ей ума. Однако же не такой же пошлый дурак, чтобы жениться на вашей-то дочери. А это еще почему? Да потому. Всем известно, что ваша дочь бегала за гусарским офицером, Который посмеялся над ней, да и бросил. А потом бедную сироту оклеветали, Которой ни душой, ни телом не виновата. Благородный поступок, ничего не скажешь. Гусар-то сам рассказывал. И вы смеете говорить это мне? Вы! А вы думаете, не всем известно, что ваша он хримобокая, Но влюблена в Итальянского певца? Сранка в Итальянского, как и на попере сидит. Все смеются. Ну, кажется, забываетесь. Да-то я вас в дом пускать не верю. А я и сама не поеду. И без вас, слава тебе, Господи, найдусь я знакомство. Генераль Жарх Глебовый получше вас будет. Да и то находит со мной удовольствие. Не удерживаю, матушка. Не удерживаю. Прощайте, матушка. Пойду за Катенькой. Ну, давай, если из вас не будет. Скажите, дорожка. А ночка ваша до нашего жениха не выйдет, не выйдет. А ваша просидит в девках. А я с собой шутить не позволю. А я найду себе защиту. У меня дядя сенатор. Иди поскорее, чтобы хуже не было. Да это я вам. Да это я вас. Неслыхана ли грубость, да? Вы со мной так не разделайтесь. Прощайте. Никто с вами не видится. Вот. Вот она. Вот. Вот. Вот она. Штука-то какая. Одна кривобокая. Другая кроватья. Одна за гусарами бегает. Другая водореца влюблена. А меня... Меня называют дураком. Я не позволю с собой так. А я... А я... А я по... Я по-своему сделаю. Я выберу третью. То есть первую. Нет. И не третью, и не первую. Настенька. Пойду. Настеньку найду. Фридрес Мат. Рому великий. Рому великий. Адилья Амер. Юлия. Изабелла. Данилейка. Спасибо. Я пришла, чтобы поговорить с тобой в последний раз. Ты в дорожном костюме, дорогая? Этой ночью я отплываю на Сицилию. Тебе нашли рыбачью лодку? Плод. А это не опасно? Оставаться еще опаснее. Ну что ж, счастливого пути. Мы теперь, вероятно, долго не увидимся. Мы уже никогда не увидимся. Я буду продолжать сопротивление любой ценой. Самое нерепое, что можно придумать, это сопротивление любой ценой. Ты... ты пораженец. Нет, я просто считаю из факта. Если мы начнем с сопротивления, наша гибель будет еще страшнее. Это мужество, но кому это надо? Зачем раздувать пожар, если так уже все сгорело? Мы уже двадцать лет жена, друг. Чего ради ты вспомнил этот прискорный факт? Ну, было время, мы любили друг друга. Ты отлично знаешь, что это уронило. Значит, ты женился на мне только для того, чтобы стать императором. Ну, конечно. Ты смеешь так спокойно говорить мне это в лицо? Разумеется. Наш брат был ужасен. Я, кажется, не давал тебе поводу насчет того, зачем я женился. Я женился на тебя, чтобы стать императором. Ты вышла за меня, чтобы стать императрицей. Ты стала моей женой, потому что я Роман из Великой Аристократии. А ты, дочь Великого Альпиады, от его работы, я тебя узаконил, а ты меня коронавал. Конечно. Значит, твой долг ехать со мной на Сицилию. Мы принадлежим. У меня нет в отношении к тебе никакого уголовника. Ты получила от меня все, что хотела. Ты стала итератрицей. Нечего меня попрекать. Мы действовали одинаково. Спасибо большое, достаточно. Подушку. Пожалуйста, уберите эту подушку вообще. Теперь его надо зашить, и здесь сыпется югерок и пух. Антон Павлович Чехов. Предложение. Нотария Степановна Чубукова. Елизавета Ковалева. Иван Васильевич Ломов. Павел Ломакин. Степан Степанович Чубуков. Николай Бураков. Просьба освободить центральный прокурс. Они на родzk��е. Пов�acio. Павел Ломал. Степан. hay. Степан. 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 Ты как косишь? Я тебе говорю, ты как косишь? Под корень надо, под корень! Под корень! Голубушка! Кого вижу? Иван Васильевич? Шисьма рад! Вот именно сюрприз, мамочка! Как поживаете? Благодарю вас! Живем, живем помаленьку, ангел мой! Вашими молитвами и прочее! Садитесь по корнише прошу! Вот именно, мамочка! Нехорошо о соседей забывать! Голубушка! А что ж это вы во фраке, в перчатках и прочее? Вы разве куда едете, тогда в центр? Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степанович! Так зачем же во фраке прелесть? А вы точно надо выгнать с визитом! Видите ли в чем дело? Я решил себя беспокоить вас одним просьбой! Понимаете, я неоднократно уже имел честь обращаться к вам за помощью и всегда бы, так сказать, Я выпью воды, я просто волнуюсь! Денег приехал просить! Не дам! Так в чем дело, красавец? Видите? Уважаемый Степанович! Уважаемый Степанович! Я виноват, Степан Уважаемич! Я ужасно волнуюсь! Да не размазывайте, мамочка! Говорите сразу! Сейчас! Ну? Я решил запросить руки у вашей дочери! Наталья Степанович! Молнуюсь! Иван Васильевич! Еще раз! Я не расслышу! Я... Решился... Уносить... Руки у вашей дочери! О-о-о-о! Голопышка! Руки урод! И прочее! Вот именно и тому подобное! Давно желал! Это было моим всегдашим желанием! Я люблю вас! Как родного сына! Ну, дай вам совет, любовь и прочее! А я давно желал! А что ж я стою-то? Ой, что ж я стою? Это я от радости! Я вот пойду позову Наташу и того подобное! Наташа! Наташа! Иван Степанович! А как вы помогаете? Помогу я рассчитывать на ее согласие? Ну, такой красавец! И чтоб она не согласилась! Да влюблена-нибудь какой! И это не прочее! Сейчас! Наташа! Иди, там купец пришел за товаром! Ага! Здравствуйте! Ну вот, ей-богу, это вы, а папа говорит, пойди, там купец и товар пришел. Здрасте, Иван Васильевич. Здрасте, уважаемый Наталья Степановна. Вы извините, я тут в парке и в неглиже. Мы там горошек чистим для сушки. А вы? Да мне никуда-то не были, да? Присаживайтесь тоже. Благодарю вас. Ты поможешь завтра приходить, а? Я уже кушу. Ну тогда присаживайтесь, что ж там. Присаживайтесь, присаживайтесь. Погода великолепная. А вчера такой дождь был, что рабочий целый день ничего не делали. Вы сколько копитесь? А я, представляете, жальничала, скосила весь слух. А вот теперь думаю, как бы мое сену-то не сгнило. Надо было, наверное, подождать. А что это? Вы, кажется, во фраке. Ну вот новость. На пол собираетесь, да? А вы? Вы по-хорошей, Иван Васильевич. Там права к нам. Зачем таким франкам-то? Да. 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 Я решил запасить вас свой путь. Да. Да. Вы... Вы слушаете меня. Вы удивитесь. Возможно, вы даже не предвосердитесь, но я... Ну что, что, лежал с ухом? Ну, говорите. Что вы, говорите? Я постараюсь быть так. Вам, уважаемая Наталья Степановна, известно, что я давно, с самого детства, имею честь знать ваше семейство. Моя покойная тетушка и ее супруг, от которых, как вы извольте припомнить, я получил наследство землю, всегда с глубоким уважением относились к вашему батюшке и к покойной матушке. Род лоповых и род чубуковых всегда находились в самых дружественных, и можно даже сказать, родственных, ну, более того. Моя земля граничит с вашей. Если вы захотите припомнить, мои валови-лужки граничит с вашим беременем. Ну ладно, я вас оберегну. Ну, вы сказали мои валови-лужки, но разве не важно? Моись, так вот. Ну вот еще, они же наши, они ваши. Да нет, Наталья Степановна, да ваши вали-лужки, они мои. Ну вот новость, а откуда же не стали вашими-то? Как это? Наталья Степановна, так я же думаю про те валови-лужки, чтобы быть клинком между горелыми болотами и березняком. Да, да, они наши. Нет, вы ошибались. Они мои. Да, помните, Сивану Васильевичу? Да, давно ли они стали вашими-то? Да. Ну как давно? Насколько я запомню, они всегда были наши. А это по-ложим, извините. Наталья Степановна, это же из бумаги, понимаете? Бабушка. Ну а ей, тетушке, она отдала эти лужки в бессрочное и безвозмездное пользование крестьянам, дедушке, вашего батюшки. Зато что они же длиннее не одет пить, понимаете? Крестьяне, они пользуются землей лицом и привыкли считать ее кармой своей, понимаете? Когда же мы что-то... А ей все не так, как вы говорите, Иван Васильевич. Ну, и мой дедушка, и мой прадедушка всю жизнь считали, что их земля доходит до горелого болота. Ну, а значит, лужки всегда были нашими, что-то спорят, правда, саду даже. Да я вам бумаги покажу? Нет. Ну, вы шутите, да? Ну, или дразните меня. Триста лет владеют землей, и вдруг говорят, что земля не нам. Да, да, Наталья Степановна, ну вы слушаете меня! Понимаете? Крестьяне, дедушки, вашего батюшки. Они пользовались землей лицом и привыкли считать ее как бы своей, понимаете? Как бы. Понимаете? Бабушка, моей тетушке, она эти лужки им отдала бессрочно и безвозмездное. Да, бабушка, да дедушки, да тетушки, на рывах ничего не понимают. Но лужки-то наши, ну, это точно я знаю. Моить! Парни, а вы отказываете? Хоть на 9 и 15 фрагов, а они наши, наши и наши. А своего я... А давай не желаю вашего, не хочу, как вам угодно. Ну, Наталья, Степановна, да мне муж-костный, не муж. Ну, не поймите, если хотите, изволите. Изволите, я вам их подарю. Да я вам сама их могу подарить, потому что они мои, они ваши. А это вы по меньшей мере странные, Иван Васильевич. Мы считали вас хорошим соседом, другом, а теперь вы поступаете с нами, как с цыганами. Дарите мне мою же землю. Это, это не мусор с детскими. Я вам это сказала. Девцы с детскими. То есть, по вашему выходит, что я? Усурбатора? Да я никогда чужих земель не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю. Лужки? Мои! Наши! Мои! А это, что ж, что они наши? Оттуда пошли своих косарей найти. Что? А сегодня там будут моих... А я их ощущаю! Не смейте! Нет! Смею, потому что лужки, мои, понимаете? Мои! Ай, не кричите! У себя дома можете кричать и хрипеть сколько угодно, сесть и держите себя в границах. Если бы у меня в баку так не колол, то я поговорил бы с вами совсем иначе. А лужки... Мои! Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! Наши! Мои! 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 Моя! Мои! Мои! А... А... А! А! Никита Шаманов! Икс-Икс Александр Петров! Продолжение следует... 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 Ты... ты говорил, что это может быть и для кошек, да? Может быть. Точно? Точно. А какое это имеет значение? Вот если еще для кошек, то я бы съел. Кошки это другое дело, кошки это не собаки. Действительно. Слушай, я могу ведь, а? Может быть. Может. Жриф, впрочем, это все что угодно. Мне это что? Ну тогда, значит, могу. Для людей? Для людей. Слушай, что у тебя творится из деньгами? Ты по меньшей мере должен зарабатывать столько, сколько в среднем зарабатывает любой иностранный рабочий. Ты же должен получать в полтора раза больше, потому что вдвое больше работаешь. И даже в том случае, если тебя обсчитывают, ты должен получать гораздо выше среднего. А ты... Идишься в самые жалкие нори, которые можно было только снять, и живя со мной, не вносишь плату. А когда я спрашиваю тебя о долге, ты говоришь, что денег у тебя нет. Зато у тебя есть. Что? У тебя всегда есть деньги. Ты сейчас отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь? Ну а что скажешь, нету? Ты сейчас отдаешь себе отчет в том, что у меня, наконец, может закончиться терпение. Так если платишь, значит есть. Ты отдаешь себе отчет в том, что мое терпение подошло к концу. Когда? Да, только что. Далеко собрался? Я бери, жаль. А-а-а, уже не впервой. До сих пор, до сих пор мне было тебя жаль, я искренне тебя жалею. Но знаешь что? Ты перешел все границы, твое наглое отношение. Ты раздражаешь меня даже когда спишь. Твой запах вызывает у меня головную боль, твой храп бессонницы. Вот ты у меня уже где сидишь, ухожу. Ключи будут по двери. Что ты сказал? Ключи будут по двери, если поздно воротишься. Я не желаю тебя слушать. Ботинки. А почему? Ботинки забыл надеть. Надену. Надену, надену. Почему? Будь добр. Скажи, почему ты думаешь, что я не уйду, а останусь? Чемодан. И что с тобой? Так ведь ясно. Если б правда собирался уйти, то собрался. Нет. Я действительно ухожу и не беру с собой ничего. Вот и я говорю, значит, не уезжаешь. Нет. Я действительно ухожу, но ничего с собой не беру. Действительно ухожу, но ничего не беру. Ничего с собой не беру. И ухожу, ухожу, не беря. Это тебе ясно? А бери его постели. Рукописи, фотографии можешь собрать все себе. Ты прекрасно знаешь, что этот хлам и тряпин не имеет ко мне никакого отношения. Я приду на смену обществу употреблений. Ты до сих пор сидишь в своем обтеслом кремне. Так все и оставишь. Нет. Знаешь, пожалуй, я возьму какую-нибудь мелочь на память. Чтобы... что-нибудь такое... Так мелочушку. Вот. Нашел. Нет. Почему? Я не справедлив. Я всего лишь хочу получить маленькую куклу, чтобы не забывать о тебе. Отдай сюда! Вот. Вот. Ай, ты не справедлив. Я взамен прошу маленькую куклу. А ты... Отдай ширине! Вот, поглядите. Дядя нехороший. Дядя у нас не берет. Гам! Смотрите на кастрюлю. Что ты сделал? Да! Гам-гам! А мы не дадим себя поймать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Василий Шухшин, классный водитель. Гена, Глеб Ефремов, Паша, Алексей Решенников, Настя, Анна Ширшина. Просьба освободить центральный проход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на следующий день к вечеру Пашка явился в хуще прежнем. Попросил у Прохора вышвую рубашку, Перепоясывал ее синим шелком поиском с китями, Надел свои диагональки и синий галепе, Басановый пиджак и появился в здешней библиотеке. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы почитаете? Да, надо, знаете. Что хотите. Капитал Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал. Какой же фамилия? Халманский Павел Егорыч. Год рождения 1935. Владитель-механик 2-го класса. Кроссфортиками занимаемся? Да. Ну и что, противеньки, он тоже из Москвы. Да. А откуда вы? Спасибо. Расскажите нам, простолетин, как это Москва? Павел Егорыч. А я не знаю. Соби. Москва, да? Ну да. Как там Москва? Шумит Москва, шумит. О, знаете, я люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют всегда. Ты в Москве-то когда был? В Москве-то? Да. Да я там и не был никогда. Девушка, наверное, с кем-то спутала. Так вы же меня сами об этом червоте говорили. Я что-то не помню. Странно. Значит, приснилось. Бывает, бывает. Ну понятно. Ты к нам на поселу, да? Так точно. Сыграем в пешки. Это шаг. Да нет, давай как пешки расставим. Шаг будет скучно. Он и не умел шагать. Там думать надо. А пешки что? Раз-два и готовы. Давай. Давай, пешки. Только смотри. За то, что человек прозевает, когда ему надо убить, берут книжку. Держит книжка. Давай, если можно и брать, берем. В какой руке? Держи, расставлю. Мы слонок ставим? Это пешки здесь, в этой разнице. Давай. В какой руке? Допустим, левый. Левый? Ваши не пляж. Ходил первый пашка. Сделаем так. Здесь у вас курить, конечно, нельзя. Нет, конечно. Понятно. Сделаем некоторый «Пиромитон», как говорят французы. Инженер и Кролослава. Это было видно сразу. Где, Минь? Мы только начали. Можешь не подсказать? Да, она не подсказана. Я еще не покатил. Что же ты? Кир. Кир, ну ты же неверно ходишь. Я еще не подсказать. Я считаю, как я. Минь. 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 Ну так учиться надо, Ген. Я умею смотреть. Показывай. Ген, вон той крайний. Какой? А вот и все. Ой, это уже ошибочка. Между прочим, у меня дамы. Давайте ферзя поставим. Ты же не тут сидишь. Дамы в белу нет? Еще ничего нет. Ваши. Думаю. Спасибо. Это даже не остроумно про инженера. И при чем здесь инженера? Женский пол. Да. Пойдем подпишем. Что довольный такой? А что прям? Победил. Не там ты победил. Чешто не обучаешься. Давно живешь-то здесь. Второй месяц. Жениться хочешь? На ней хочу. И что? Да ничего. Она хорошая девушка. Я знаю. Она любит тебя? Конечно. Давай в книжку сходим. Проверкнемся. Да там комедия какая-то. Давай. Сегодня вечером. В общем, дружище. Ты жила? Еще раз сюда сунешь? Поговорим по-божски. Давай. А в кино сидели вместе все трое. Настя между инженером и Пашкой. Карла Гальдониев. Трактирщица. Мирангалина. Алена Шапкина. Кавалер. Репафратов. Валерий Сухарев. Поговорим. Продолжение следует. Настя. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. Можно, Ваша милость? Что вам нужно? Вот тут белье получше. Хорошо, положите его туда. Но я прошу вас, по крайней мере, собрали взглянуть, подойдет к вам или нет. Что там у вас? Белье полотня. Полотняное. Так, сеньор, десять фаула за локоть. Вот, посмотрите. Я не просил так много. С меня было бы довольно, если бы вы мне принесли что-нибудь получше прежнего. Но это белье я держу для лица особо достойно. Для тех, кто знает, приехал. И по правде говоря, Вашу милость, я даю его вам только потому, что это вы. Другому бы я не была ни за что. Потому что это вы. Какая избитая любезность. Обратите внимание на стартовое белье. Это фламандское полотно. И после первого стилка оно совсем не то. Нет нужды, чтобы оно грязнилось из-за меня. Я не обращаю внимания на пустяки, когда дело касается столь достойного кавалера. Таких салфеток у меня много, и я всегда буду давать их в вашей милости. Правда, очень слушаю. Такого не можно, такая кислая, что он не любит женщин. Положите белье там где-нибудь или отдайте моему лакею. Пожалуйста, не затрудняйтесь сами. Нет никакого труда слушать кавалеру, обладающему столь высокими достоинствами. Хорошо, больше ничего. Я положу его в комок. Куда хотите? Ну какой твердокаменный. Боюсь, ничего мне с ним не выйдет. Дураки, разбеси туши на такие сладкие речи. Поверят тем, кто их говорит, и попадаются. Что прикажете к обеду? Что будет, то и съем. Мне бы хотелось знать, что вы любите. Есть же у вас любимое блюдо, скажите откровенно. Когда мне захочется, я скажу своему лакею. Но мужчины так негодятся. У них не хватает ни внимания, ни терпения, ни то, что мы, женщины. Если вы благородите какого-нибудь соуса или рагу, скажите об этом мне. Благодарю. Но с этими вашими штучками вам не удастся сделать со мной того, что вы сделали с графом или маркизом. А что вы скажете про этих двух сеньоров? Слабые люди являются в гостиницу, нанимают комнату, а потом пытаются закрутить шури мумы с хозяйкой. Но у нас-то голова занята не тем, но мне, когда вы же отнимает на их подходцы, мы стараемся о своей пользе. И даже если мы общаемся с ними ласково, то только что подержать их у себя. А я? Особенно. И если я с ним, что они на что-то надеются, я их хочу, как сумасшедшая. Отлично. Мне нравятся ваши искусства. У меня только и есть хорошего, что искусствуется. А так всем, кто за вами ухаживает, вы умеете притворяться. Притворяться? Боже, из-за вами. Спросите у тех двух сеньоров, которые делают вид, что без ума от меня. Выказала ли я им хоть разочек что-нибудь, похожим на благословенка? Шутила ли я с ними так, чтобы дать им хоть какую-нибудь надежду? Я их мучаю, потому что это в моих интересах, да и то без большой охоты. Видеть не могу мужчин, распускающих слюни. Зато и не терплю женщин, бегущих за мужчинами. Видите ли, я не девочка. Накопила да дочка. Не могу сказать тебе красиво. Но у меня были отличные оказии. Однако замуж я не пошла, потому что выше всего я ставлю свободу. О да, свободу великое сокровище. А сколько людей это глупо теряет? Ну, я не могу, а при успешном. Вы женаты, ваше все, естественно. Боже, спасибо, обойдет без вам. Очень хорошо. Оставайтесь такие всегда. Знаете, женщины, они... Ну да ладно, не мне говорить о них плохо. Знаете, вы первая женщина, от которой слушаете речи. Ладно, я вам скажу. Мы, хозяйки, у себя в гостиницах видим и слышим много всего. И я правда жалею тех людей, которые боятся моей сестры. Забавная она. С вашим разрешением. Здорово, будьте, что хотите. Я не хочу быть вам в тягости. Всегда, ведь без вами приятно. Вы развлекаете меня. Вот видите, такие с другими. Провожу с ними несколько минут. Я ведь веселая. Наговорю им разных там глупостей, чтобы их позабавить. А они давай, не свободнее с него пообрахать. Понимаете? Ну, это потому что у вас приятное ощущение. Вы очень добра и ваша милость. Как говорите, влюбляются. Да, представьте, какая слабость. Вот так вот взять и влюбиться в женщину. Никогда это не понималось. Вот тебе и твердость. Вот тебе и мужская выдержка. Да, жалкие. А вы говорите, как настоящий мужчина. Сеньор, кавалер, отдайте мне вашу руку. Руку зачем она? Ну, достойте, прошу вас. Не волнуйтесь, у меня чистые руки. Вот она, ну-ка. Первый раз мне упадает честь подать руку настоящему мужчине. Ну, давай. Вот что. Если бы я дала руку одному из тех мышиных жеребчиков, то б каждый бы подумал, что я без ума от него. С ними ей позволила бы себе даже самой маленькой вольности за все золото мира. Они не умеют жить. А вот все-таки какая чудесная вещь свободна разговору. Без наскок, без хитрости, без адреса, чудачеств. Вы простите меня за мою смелость, ваша милость. Если вам что-нибудь понадобится, я буду служлива с вами как ни с кем в другом. А, вы становитесь страстом, что вы печали. Потому что, помимо ваших достоинств и вашего положения, я уверена, что с вами я могу вести себя свободно. Что вы относитесь ко мне только как служанки. Что вы не будете мучить меня смешными претензиями и вздорными выводками. Черт, вы не вне, что я с тобой никогда не могу подержать. Кажется, Бога потихонечку остановится. Да, если вам нужно заняться вашими делами, не забывайте их из-за меня. Да, пожалуй, я пойду. Ну, это и есть моя любовь. К этому я и отдаю все свое время. Если вам что-нибудь понадобится, я пришел в лакея. Ну да, если что-нибудь понадобится вам, мне всегда будет рада поспеть. Я не хожу в комнаты к посетителям. Но к вам буду заглядывать. Потому что вы, ваша милость, мне очень и очень нравитесь. Я нравлюсь вам. Ну да, нравитесь. Потому что вы не распускаете слюни, как все. Потому что вы не из тех, кто влюбляется. Пусть им не отвалится нос, если завтра же он не будет влюблен в пуши. Александр Барбилов. Прощание в июне. Колесов. Алексей Зулив. Таня. Марьяна. Опинать. Пусть им не влюблен в пуши. Зачем пришла? Поздравить тебя с окончанием. Я поздравляю. Спасибо. Извини, если я не вовремя. Я... Да нет. Самое время меня поздравить. Ты уезжаешь? Да. Я бы не пришла, но я узнала, что ты уезжаешь. Да, папа тебе сказал. Да. Ну, как ты приглашаешь? Если бы тебя это интересовало, то ему бы позвонили. Я звонил. Ты мне звонил? Один раз. Разговаривал с папой, к сожалению. Твоя трава. Доросла она? Помнишь, ты меня приглашал босиком по лугу? Луга еще нет, но босиком уже можно. А мне, знаешь, даже сон такой, Слинца. Мы с тобой вдвоем бежим босиком по лугу. Бежим в одну сторону. Вы заметили? В одну. Конечно, в одну. Но я-то сон, Таня. Игиллический. Ну, а зачем ты пришла? Не понимаю. Я тебе все сказал. Мы поставили точку. Чего еще? Ты уедешь. Но, знаешь, мне кажется, мы с тобой еще встретимся. Пусть не скоро, пусть через год, через два. А главное, ты не запретишь мне об этом думать. И вот тогда, когда мы встретимся, тогда скажи мне сейчас, может быть, мне больше ничего не нужно, ты просто скажи мне, может быть, и я успокоюсь. Таня, Таня. Ты бредишь. Через месяц эта сказка Будьте без твоей головы. Ну, никогда. Как я тебе это показала? Ты полумная? Таня. Таня, да? Но нам нужно быть благоразумнее. Благоразумнее? Именно, именно благоразумнее. Какой такой благоразумнее? Что ты себе выдумал, с каких пор? Таня, ты же не знаешь, о чем ты говоришь. Таня, ты знаешь, к кому ты пришла? Знаю. Про-хо-ди-м-цук. Хуже. В том-то и дело, Таня. Я должен рассказать тебе, как я закончил университет. Таня, тот вечер, когда ты была у меня на даче, там был твой отец, и я должен был выбрать одну из двух. Не понимаю. Одну из двух, Таня. Ты или университет? Я или университет? Ну, очень плохо, как она. Так и было. Но ведь не хочешь же ты сказать, что диплом ты заменила на его отца, на меня? Ну, привет. Говорю, как есть. Чпуха. Скажи, что это чпуха. Попрошу тебя, скажи мне, что это чпуха. Таня, я не мог иначе. Я выбрал время. Ты должна это понять. Ты же не хотела, чтобы я всю жизнь работал ночным сторожем. Ты, наверное, думаешь, что я это сделал ради собственного удовольствия? Значит, папа не полагает. А сейчас... О чем поговорили с ним сейчас в старантуре? Жаль, что мой отец не академик. Ну, и так неплохо, правда? Ну, зачем ты мне это сейчас оказала? Что ты теперь от меня хочешь? Это тебе, наверное, как я не пригодилась. Таня, перестань, перестань. Выслушай меня. Я тебе не... Нет, подожди, Таня. Ну, выслушай меня. Ты должна меня понять. Кто, если не ты, Таня? Я все поняла. Я все поняла, правда. Ты не мог иначе. Поняла. Ты сделала ради собственного удовольствия. Поняла. Ты просто выиграл время, и теперь ты своего добьешься. И будет у тебя и дом, и лук. Все будет, как ты захочешь. Ведь нет ничего такого, что могло бы тебе помешать. Все будет бы твой. Без меня. Нет, нет, Таня, Таня, Таня. Будет лук, будет. Но кто побежит по нему? Босиком. Не могу же я один? Меня примут за сумасшедшего Таня. Таня. Оставайся. Нет, не могу. Ты меня снова применяешь. Прости, я не хочу прости. Таня, Таня. Дневная часть нашей пока закончена. Ждем вас вечером в 18. Стоп, стоп. Геннадий, давайте в 19. Да. Как много шагов? Как много шагов? Продолжение следует...